Всем привет! После успеха романа «Метро 2033» Глуховский приступил к написанию его продолжения. Роману «Метро 2034». Зачастую перед авторами стоит достаточно сложный выбор между двумя вариантами. Это написать примерно то же самое, но постараться исправить какие-то недочеты, либо второй вариант, более сложный, это попытаться сделать что-то новое. Второй вариант, очевидно, гораздо сложнее и есть риск облажаться, чем Глуховский решил воспользоваться. Его решение я искренне уважаю, за это ему честь и хвала, но получилось у него всё далеко не очень гладко. Здесь будет вставлен фрагмент из моего ролика по «Метро 2033», так как записывать один и тот же лор несколько раз я не вижу никакого смысла. В 20 веке началась Третья мировая война, и на Москву прилетело некоторое количество ядерных боеголовок. Часть населения Москвы в это время находилась в метро, но это как обычно. Ещё часть успела добежать до метро незадолго до бомбёжки. Эти люди и выжили в столице, запертые под землей. Действие книги происходит примерно через 20 лет после вышеозвученных событий. Люди живут на станциях, превратив их в некоторое подобие городов-государств. Станции метро стали принадлежать некоторым группировкам, сектам, а некоторые остались независимыми. Среди основных группировок стоит отметить четыре. Это Ганза, Красный, Четвёртый Рейх и Орден Спартанцев. Ганза держит под контролем станции кольцевые линии, и практически весь товарооборот проходит именно через неё. Красные – это коммунисты, желающие возродить советское государство. Четвёртый Рейх хочет освободить метро от нерусских или от людей с какими-нибудь мутациями. А Орден Спартанцев пытается защитить метро от всего и сразу. И от мутантов с поверхности, и от военных конфликтов между другими группировками, и от остальных проблем, которые могут возникнуть для метро. Если вам не кажется это чересчур глупым, и возник хоть какой-то интерес, то трилогия Дмитрия Глуховского может вам понравиться. Уже на данном этапе описания мира у вас могут возникнуть вопросы. Как люди за 20 лет успели всё так прекрасно организовать? Как за эти же самые 20 лет успело пройти несколько масштабных войн среди группировок метро? И как сектанты успели полностью свихнуться на свои религии? Метро 2034 не является прямым продолжением романа Метро 2033. Это своего рода некий спин-офф. Почему Глуховский решил писать не прямое продолжение, а отдельную историю, сказать на самом деле сложно. Может он это и упоминал в своих интервью, но я не помню. Предположу, что автор просто не хотел повторяться и решил написать что-то новое. Мне нравится такой подход, когда продолжение не является полной копией оригинала, а пытается удивить и возможно полностью поменять настроение произведения. К таким сиквелам можно отнести, например, фильм Терминатор 2 или фильм Чужие. Метро 2034 можно отнести к сиквелу подобного рода, но с маленькой оговорочкой. Метро 2034 получилось гораздо хуже оригинала. Я объясню почему, но для начала давайте пару слов в сюжете. Главный герой спокойно живёт на станции, на которую начинают нападать мутанты. Тут появляется Хантер, который собирается разобраться с данной проблемой. Походу это сценарий на обзор Метро 2033. А нет, это Метро 2034, всё верно. Главный герой по прозвищу Гомер живёт на станции Севастопольская и потихонечку пишет свои книги. Из-за этого хобби он и получил свою кличку. На его станции начинаются проблемы. Караваны со станции Тульская не приходят, связи с этой станцией тоже нету. На станцию Севастопольская постоянно нападают мутанты и остальные невзгоды постапокалиптической жизни. Начальник станции Севастопольская собирает отряд для поиска каравана с Тульской. И в этот самый отряд добровольцем записывается наш старый знакомый Хантер. Нет, даже не так. Хантер собирает отряд и ставит начальника станции перед фактом. Почему? Ну, потому что Хантер крутой. И вот тут, на мой взгляд, начинаются сразу проблемы с сюжетом. Серьёзные проблемы. Во-первых, масштаб угрозы не сопоставим с метро 2033. Там чёрные были угрозы для всего метро, а здесь просто проблемы на одной единственной станции. Глобальные угрозы всё-таки есть, и о ней станет известно чуть позже. Это небольшой спойлер, чтобы хоть как-то заинтересовать вас. Но изначально роман всё-таки слабо цепляет. Во-вторых, Хантер крутой. Это для меня является большой проблемой, так как я больше вообще не переживаю за персонажей. Главный герой первой книги Артём был неопытным и наивным, и любой его спутник мог оказаться опасным для него. А спутником Гомера, главного героя второй книги, является Хантер, а с ним как-то спокойнее за судьбу главного героя. В-третьих, нет чувства первооткрывателя, как было в первой книге, и нет ощущения большого путешествия по метро. Наверное, это из-за того, что главные герои посещают не так много станций, и на них сделаны достаточно слабые акценты. В-четвёртых, это дополнительный персонаж, девушку по имени Саша. В самом персонаже проблем нет, с ней была достаточно увлекательная сюжетная линия, но проблема в том, что повествование начинает скакать от Гомера к Саше и обратно. А это сказывается на эффекте путешествия по карте метро. На этой карте я ищу станцию, где находится Гомер, потом я ищу станцию, на которой находится Саша, забываю, где находится в это время Гомер, и потом повторяется всё то же самое. В общем, разделение повествования на двух разных персонажей мне не очень понравилось. Саша и Гомер, конечно же, потом встречаются, повествование становится немного более линейным, но потом вновь расходится, и ты читаешь опять две параллельные сюжетные линии и отслеживаешь два пути на карте метро. Уточню, что претензия не именно к количеству главных персонажей и параллельному повествованию, а к тому, что приходится отслеживать два совсем разных пути. Это очень влияет на эффект погружения. И в-пятых, в этой книге намного больше всякой философии, сентиментальности есть какая-никакая любовная линия. Я опять же уточню, что я не против всего этого, просто Глуховский написал это недостаточно интересно и не смог меня увлечь. Если метро 2033 была тупая бродилка, это я в хорошем смысле, то метро 2034 потянулось в куда более серьёзную сторону. При всём при этом, она осталась такой же тупой бродилкой, как и первая книга, но потеряла все самые сильные качества той самой первой книги. Атмосфера в целом осталась, за это можно похвалить вторую книгу. Но пропал эффект большого путешествия, пропал эффект первооткрывателя, когда ты вместе с героем знакомишься с правилами и с миром метро. Также пропало состояние опасности и тревоги за главных персонажей. Всё это в метро 2034 полностью испарилось, а взамен я ничего так и не получил. Тут возникает вопрос, стоит ли вообще читать эту книгу, и стоит ли потом читать метро 2035, или всё же можно ограничиться только первой книгой. Про метро 2035 отвечу сразу, её читать стоит, если вам понравилась книжка метро 2033, а также если вам просто нравится данная вселенная. Определённо в ней есть свои недостатки, но также есть и свои достоинства, и очень много хороших моментов. У вас может возникнуть вопрос, может быть тогда стоит прочитать метро 2033, а затем сразу метро 2035, а серединку просто-напросто пропустить? На самом деле очень хотел бы ответить да, но нет. Метро 2035 мало того, что очень активно использует материал из книги метро 2034, но также продолжает некоторые сюжетные линии. Это не просто какие-то отсылочки. Метро 2035 можно читать как отдельный роман, но фонсервис в нём на каком-то запредельном уровне. После метро 2035 вам скорее всего захочется прочитать метро 2034, поэтому на всякий случай сразу читайте всю трилогию по порядку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok